Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Неприятные факты о матери Сергея Есенина». Сергея Есенина называют деревенским поэтом, при том, что в деревне он, по сути, и не жил. Уехал прочь из дома, чуть только вышел из подросткового возраста. Вся жизнь Есенина расписана по дням, про него мы знаем практически все. Но о том, как он жил в детстве, про отношения с родителями широкому читателю почти ничего неизвестно. Мало кто знает, что отцом Сергея был приказчик в мясной лавке. Человек спокойный и тихий, в чем-то слабовольный, а мать поэта обладала своеобразным характером и прожила сложную жизнь. Может быть, Сергей пошел в мать своим стремлением обрести свободу? Девочка Танечка родилась в 1875 году. Ее родителями были зажиточные люди – Федор Андреевич и Наталья Евтихиевна Титовы. Отец был успешным предпринимателем, занимался рыбным промыслом и у него были собственные баржи. В семье всегда были деньги, потому Танечка росла, окруженная красивыми игрушками и новыми платьями. Таня Титова была единственным ребенком в семье, потому отец души в ней не чаял и все ее любили. Но когда подошло время, родители, не спрашивая ни совета, ни согласия Тани, решили выдать ее замуж за весьма скромного односельчанина – 18-летнего Александра Есенина. В его пользу был весомый аргумент. Парень сам обеспечивал и себя, и родителей, уже несколько лет работая в мясной лавке. Не где-нибудь, а в Москве. Свадьба состоялась в 1891 году. Танечке едва исполнилось 16 лет. Она наивно полагала, что муж заберет ее с собой в столицу, но он сразу же почти уехал работать, а новоявленная невестка поселилась в доме родителей Александра. Жизнь под присмотром очень суровой и жесткой свекрови была сложной. Татьяна с утра до ночи натирала полы, варила обеды и ужины, вспоминая со слезами благодатную жизнь под родительской крышей. Девушка чувствовала себя ненужной и всеми покинутой. От мужа редко приходили весточки, а все деньги с жалования, отложенные на житье-бытье семьи, он по-прежнему высылал на имя матери, а не жены. У молодоженов долгое время, разумеется, по тем меркам не было детей. Наконец, через три года после свадьбы Татьяна родила первенца, мальчика назвали Петей, однако не прожив и года, младенец умер. К тому времени, шел 1895 год, Татьяна была беременна Сергеем. Смерть первенца она пережила с трудом, и от горя чуть было не случился выкидыш. Татьяна решила взять свои эмоции под контроль и стараться ради другого малыша. А отец так и проживал в столице, по-прежнему высылая деньги матери и изредка наведываясь в село. Татьяна надеялась, что рождение Сережи, а потом и еще двух детей, все же заставит мужа вернуться. Но непреклонная свекровь гнала сына обратно на работу. Ей всегда нужны были деньги. Рожденные после Сережи девочки Анна и Ольга были слабенькими и тоже очень рано ушли на тот свет. Анна почти сразу, а Ольга прожила два с половиной годика. Приезды отца домой особо в укладе семьи ничего не меняли. Во время своих нечастых появлений Александр предпочитал отдыхать. Он был белоручкой, с хозяйственными работами справлялся плохо. И не спешил вступаться за супругу, потому свекровь как хотела, так и издевалась над невесткой. Горе матери, которая потеряла троих детей еще во младенчестве, было неизмеримым. Однако в то время выживали только самые здоровые из младенцев, потому в народе говорили, так суждено, чтобы бог забрал. Татьяна постоянно ссорилась со своей свекровью, переживала из-за малышей, муж появлялся в доме редко. Все это было сложно выдержать молоденькой еще женщине. Однажды после того, как свекровь закатила очередной скандал, Татьяна собрала вещи и ушла из дома, взяв с собой трехлетнего Сережу. Ее силы и нервы были на пределе. Возвращаться обратно женщина не планировала. Родители приняли дочь и внука домой, но выдвинули условия, она сама будет искать деньги на свое пропитание и содержание ребенка. Про этот период жизни можно найти в воспоминаниях сестры Сергея, а то и рассказала мать. Мать наша не ладила с бабушкой, своей свекровью, а графеной Панкратьевной. Сергей потому был как чужой у Есениных. Дедушка, Титов, поссорился с семьей Есениных, когда мать моя была невестой. Эта ссора тяжело отразилась на всей дальнейшей жизни матери, а особенно на детстве Сергея. Дедушка поздно хватился улаживать жизнь матери и после неудачных попыток тоже стал чуждаться ее. Несколько лет Сергей прожил у бабушки и деда со стороны матери. Однако через несколько лет Александр все же смог вернуть жену и сына, он простил ей ее уход, а она частые отъезды. Семья воссоединилась в 1904 году, Сереже было 9 лет. А через год у Александра и Татьяны родилась дочка, Катя. В 1911 году в семье снова было пополнение. На свет появилась еще одна девочка Александра. Эти сестры Сергея прожили много лет. Однако пока Татьяна проживала отдельно от мужа, уже не надеясь на воссоединение, она пыталась построить личную жизнь и родила внебрачного ребенка. Если Сергей все время находился в доме бабушки и деда, то его мать, уйдя от свекрови и немного пожив у своих родителей, вынуждена была пойти на заработки в Рязань. Устроившись в Рязани на работу прислугой, Татьяна с кем-то познакомилась, стала встречаться, не рассказывая, что замужем и имеет ребенка. Но так случилось, что женщина понесла, а отец ребенка пропал. Татьяна никогда и никому не рассказывала про него. В 1902 году Татьяна родила мальчика, назвав его Сашей. Ей пришлось скрыть малыша, и для того она наняла кормилицу и воспитательницу. Саша получил фамилию и отчество от нее, Александр Иванович Разгуляев. Через несколько лет Татьяна привезла ребенка в дом родителей. Это еще больше накалило обстановку и совсем рассорило ее со своим отцом. Новость потрясла родных, и со временем жизнь Татьяны стала невыносимой даже в доме родителей. И ей пришлось вернуться к мужу, который не давал развода. Сестра Сергея Есенина, Александра, потом поделилась в своих мемуарах тем, что ей рассказывала мать про отношения с отцом в те годы. Мать судилась с отцом, просила развод. Отец отказал в разводе. Она просила разрешения на получение паспорта. Отец, пользуясь правами мужа, отказал и в паспорте. Это обстоятельство заставило ее вернуться к нашему отцу. Неграмотная, беспаспортная, не имея специальности, мать устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве. Несмотря на трудную жизнь, на маленький заработок, из которого она выплачивала по 3 рубля в месяц дедушке за Сергея, она все время просила у нашего отца развод. Любя нашу мать и считая развод позором, отец развода ей не дал и, промучившись 5 лет, мать вынуждена была вернуться к нему. Саша Разгуляев был камнем преткновения. Муж ни в какую не хотел брать в семью бастрючонка. Поэтому Татьяна снова отвезла двухлетнего мальчика кормилице Разгуляевой, которая и воспитывала его все последующие годы. Момент расставания с ребенком сильно подкосил женщину, она долгое время переживала, не знала, как жить дальше. Но в итоге смирилась. А Александр так и не принял Сашу Разгуляева, даже умирая завещал, чтобы ублюдок не появлялся в их доме. Из этих слов получается, что Татьяна не имела счастья с отцом Сергея, постоянно просила у него развода, уходила. Но тот не давал развестись, и женщина просто была вынуждена вернуться к Александру Есенину. Удивительно, что у них потом появились еще дети. Правда, с тех пор свекровь стала мягче обращаться с Татьяной, и жизнь в семье более или менее наладилась. Листая мемуары Есенина и его современников, невольно обращаешь внимание на то, что поэт очень мало говорил про своих родителей. Почему? Да потому что отца, по сути, он почти и не знал. Те несколько лет, что Александр Есенин провел рядом с матерью, были наполнены для Сережи другими проблемами. Подростковый возраст и взросление не позволили ему сблизиться с родителем. С матерью же поэт имел настолько напряженные отношения, что иногда он даже называл себя сиротой. Жизнь матери была тяжелой, вне любви и несправедливости, что очень сильно отразилось на ее характере и в том, как она относилась к собственным детям. Татьяна Федоровна нередко выпивала и под пьяным делом поколачивала детишек. Девочки очень боялись мать, а Сергей потому так рано ушел из дома. Мария Бальзамова, в которую был влюблен Есенин в юности, сохранила его письмо 1912 года, где он говорил про свою родительницу так «Мать нравственно для меня умерла уже давно». Сергей в этом письме поделился эпизодом из его жизни, наглядно показывающим, по его мнению, отношение матери к нему. Когда сын сильно заболел, вместо того, чтобы хлопотать возле него, пытаться вылечить, мать просто села рядом с швейными принадлежностями и стала шить для своего ребенка погребальный саван. Сергей все это видел, и когда выздоровел, то очень обиделся на отношения матери. «Десять лет прошло, кажется, в век ей этого не забуду, до конца не прощу». Про этот случай поэт вспомнил среди друзей уже в 1920 году и повторил, что эту обиду на поведение собственной матери он пронес через все свое детство и перенес во взрослую жизнь. Есенин считал себя недолюбленным сыном, лишенным материнской заботы и ласки. Может быть, потому он закончил свою жизнь так трагично. Александр Есенин пережил своего единственного сына на шесть лет, умерев в 1931 году, а мать пережила Сергея на 30 лет. После его смерти она как будто раскаялась и успела оставить много воспоминаний о знаменитом отпрыске. Даже интервью дала незадолго до собственной смерти в 1955 году. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.